Всем привет, с вами подкаст UwebDesign, сегодня понедельник, 8 декабря, и мы такие громкие темы обсудим, как Google представил новую, новую API для CAPTCHA, битва за GitHub, и Star Wars представили новый тизер. Погнали. Так, ну, как обычно, по порядочку. Как мы уже сказали, новый API для работы с CAPTCHA, то есть наверняка много кто пользовался, может быть, даже пользовался в каких-нибудь там плагинах для WordPress и не подозревал, что пользуется гугловской ReCAPTCHA. Я вот ее помню прям вообще из каких-то, там, начала, ну, не начала двухтысячных, ну, в общем, давно она была на всяких фришных сайтах, где там книжки можно скачать и прочие всякие вещи плохие. Вот, используясь вот эта ReCAPTCHA, вот она так выглядит, прям, я думаю, кому-то знакома. И вот теперь новая версия API, она вот такая. То есть нужно всего лишь в чекбоксе поставить, что I'm not a robot, и после того, как Google подумает, и его все устроит, то вас пропустят. Не представляю, по каким причинам Google может что-то не устроить, но вот тут написано, что вот так это выглядит, вот она, гифочка, и веб-сайты, которые используют API, у них автоматически прибавится, там, наверное, надо какой-нибудь бета-ключ добавить, или просто они по очереди, как обычно бывает с такими сервисами, они всех юзеров пачками берут и пачками применяют, как вот с новым дизайном Twitter было, помнишь, там, были какие-то, было это в несколько этапов потихоньку. Да, да, то есть вот тут, ну, коротюсенькая история, что был такой-то там риск, то-то-то. Ну и Google говорит, что бывают случаи, когда они все-таки предпочитают думать, что вы робот, и вас заставляют ввести классическую капчу, там, вон, с картиночки, циферки написать, там, диктовка для всех людей со всеми видами ограниченных возможностей будет. И одна из, наверное, главных, таки, одно из главных нововведений, что теперь вот эта капча, она mobile-friendly, то есть адаптивная, с какого бы устройства вы не заходили, вы сможете выбрать, доказать, что вы не робот, то есть вот на телефончиках такие картинки будут. Куропатка или это индюк. То есть надо сравнить, типа, найдите кошечек или как? Ну, я так понимаю, select all images below that match this one. То есть нужно всех индюков, индюшек выбрать. Причем, ну да, это все индюки. Здесь всех котулик. Угу. Я не знаю, хомячки или морские свинки сойдут ли за котульку, но это будет значить, что ты робот. То есть если ты достаточно тупой... Да, то есть тут еще, это еще и знатокам надо отправлять в эту, как свою игру хотел сказать, что, где, когда. Да, поэтому, ну, вот здесь пишут, что... А, ну да, поначалу вот они только на Snapchat, на WordPress и Humble Bundle добавили это все, новый API. Ну, я так понимаю, будут выкатывать по очереди. То есть потом я могу на свой сайт поставить капчу, да? Ну, да. То есть, ну, API есть API, что запросил, то получил. Понял. Зарегаешь там свое приложение, получишь свой ключ, и подключишь к себе вперед. То есть, ну, я вангую большое количество обновлений во всех WordPress плагинах на, там, знаешь, мы добавляли даже с тобой на логин, даже на регистрацию мы капчу вводили. Особенно, если где-то есть открытая регистрация, постоянно куча спам-ботов пытается зарегистрировать. Да, 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 да. Ну, и для комментариев, естественно. Комментарии, да. То есть это всем понятно, зачем это надо, вот Google молодцы. Это редкие случаи, когда Google молодцы. То есть ты хвалишь их за капчу? Ну, да. Я даже уже тебе тему твою включил. Да, следующая тема, это про GitHub. Да, не только про GitHub вообще, про Роскомнадзор в частности, в основном. Вот. На самом деле, чтобы развеять все сомнения, вся история с GitHub, это не Роскомнадзор нам что-то там блокировал, а нам блокировал именно GitHub. То есть они... В смысле? Не понял. То есть... Изначально нам Роскомнадзор давал операторам команду блокировать весь GitHub. То есть вот такой был момент еще там в октябре. Да, это да. А 2 декабря конкретно, 2 декабря, Роскомнадзор обратился, что надо удалить такие-то, такие-то вещи, а именно Suicide.txt с сайта GitHub. Но они не послушались. И все форки Suicide.txt. Да, да. И заблокировали всю Россию. Поэтому очень многие фрилансеры и люди, которые работают с помощью... Это не так было. Я буду тебя поправлять, потому что... И GitHub не отреагировал, как это делают западные компании обычно, когда к ним пишет Роскомнадзор. И Роскомнадзор весь GitHub опять заблокировал, потому что они в течение какого-то времени, ну, там, сколько суток, сутки они дают, не отреагировали. На что все осознанно... А, ну и кстати, Роскомнадзор, он дал команды операторам. И некоторые операторы... Вот, кстати, Ростелеком у нас вот оператор в Челябинске... Не блокировал, по-моему, ничего. Он магистраль берет, да. Короче говоря, каждый оператор заблокировал как смог. Кто-то только те ссылки, а кто-то весь сайт. Ну, вот это тоже характеристика вашего оператора. Если у вас весь день там не работал GitHub полностью, у нас работало все нормально, кроме этих страниц. То есть я лично прям проверял. У меня и эти страницы тоже работали. Ну и тем не менее, да. Семь страниц там было? Ну, тут вот в каждом. Тут вот у них репозиторию они сделали. И в каждом, да, по-моему, по семь. То есть задумайтесь о смене оператора, который не смог нормально по URL заблокировать. Хотя по URL это тоже не очень нормально. Ну, как факт. Вот. И продолжай. После этого GitHub все-таки решил пойти... А, ну и ему начали в поддержку писать именно там российские разработчики и так далее. Так это ладно. Ну, то есть они же пошли на компромисс, да. И сделали репозиторию Роскомнадзор. Вот так называемый. Ну, кроме GitHub'а, там еще попали под раздачу Vimeo. Было уже, было у них. Vimeo, то есть видеохостинг. Там, где всякие видео с Авророй, с всякими сияниями там и так далее. Там таймлэпс видео, да, очень много. На YouTube их почему-то меньше. Да, и как оказалось, что там еще и про исламистские какие-то ролики, значит, пастят, кроме того, что на iPhone снимают. Вот. Они, может, тоже их на iPhone снимали. Тоже таймлэпс? Да, тут они тоже соблюли здесь. Может быть, да, красивые такие таймлэпсы, да. Вот. Значит, Vimeo и BuzzFeed. Ну, BuzzFeed это, насколько я помню, новостная штука. Какой-то новостной агрегатор, типа Reddit, я так понимаю. Да, эти тоже ребята попали под раздачу, потому что там была статья тоже, опять же, со ссылками на видео такого террористического характера практически. Экстремистского. Экстремистского, да. Вот. На самом деле отрадно. С точки зрения патриотических каких-то вещей, я так понимаю, у нас в комментариях, да, может быть, нас просто задислайкают последние, но я вот горд. С нами считаются, и это, по-моему, прикольно. Да, и самый вопрос, почему Штаты не задумываются об этом, а у нас задумываются, непонятно. Suicide.txt, положим, там по-русски все было написано. То есть, поэтому не задумывались. А вот что касается роликов, здесь действительно как-то это странно. Экстремизм везде, экстремизм. У них в первую очередь должно было заболеть где-то. Ну, видимо, у нас доложили, а у них нет. То есть, ну, Госдеп тоже не будет все ролики просматривать. А это, может быть, они закинули ролики? Ну да, чтобы подорвать, у нас же Vimeo это стратегический сайт в стране. Да неважно, нет, просто, ты понимаешь, ощущение создается, что мы живем, типа, в таком государстве, где все блокируют. Если так, ну, знаешь, вот, создавать так постоянно, и кажется, что Роскомнадзор что-то все постоянно блокирует, а на самом деле-то ничего плохого не происходит. На самом деле, вот в Китае весь Инстаграм заблокируют, и не только, и Gmail, и вообще все. И что-то как-то, ничего, живут. Да, а там терроризм это особо, Кадыров. И про них тоже вот, ну, все знают, что есть китайский фаервол, да, в Америке тоже об этом знают, но они, наверное, хуже-то от этого к китайцам, ну, не стали относиться, кто знает. Ну, это и не важно. В общем-то, отрадно, что GitHub, он прям вот у себя. То есть, на github.com пользователь GitHub, вот там именно этот репозиторий. Пул-реквесты они, к сожалению, не принимают, здесь они просто отчитываются, что... Ты хотел форкнуть? Я хотел, да, парочку репозиторий своих добавить тоже, потому что, ну, уже вот после того, как год прошел, на свой старый код смотреть, конечно, не очень, да. Ну, давай, ладно, к следующей теме. В общем, мужики молодцы, додавили. Да-да-да, вот эти в костюмах и в очках темных. То есть, ну, так получилось, что ролик Псая, рэпера этого корейского, Gangnam Style набрал больше, чем 2 миллиарда, там, 147 миллионов просмотров и сломал алгоритм YouTube, потому что он был 32-битный. То есть там у счетчика тип данных был интежер. Вот здесь у них есть... Это чё? А, это картинка. Ну, это, я так понимаю, пост с Google+. С Google+, ну. Вот, что здесь, типа, перешло, им пришлось алгоритмы на 64-бита переделать. Ну, это, я думаю, им несложно было сделать. Но сам факт просто им дарыться надо было до своих сурсов. Переменную найти. Вспомнить, какой класс, да, отвечал за счетчик, какой он унаследовал, там, и так далее. Сменить это свойство. Ну, это очень занятно, да, то есть, я так понимаю... Давай посмотрим. Давай, да, найди, Сай. Хотел как-то открыть, и чё-то... Чё-то не открыли как-то. Ну, ты-то часто открываешь, чтобы повышать, видимо, там. Я, в принципе, да, я смотрю. Обратите внимание, это канал Юва Бизайн. Ух ты. Да, то есть, вот он, счетчик, уже 2 тысячи... Фу, 2 миллиарда, 164 миллиона просмотров. Угу. И 147, да, надо было. То есть, вот я при наведении, вот такая вот штука получается, мне показывают минус, сколько тут было бы и так далее. По клику как раз мне показывает тот пост на Google+. Я помню, был какой-то момент, когда 1 миллиард перевалил, или 2 миллиарда, то там вместо счетчика танцевал сам Псай. Угу. Ну, вот это был... Это год назад где-то был такой момент, вот, вот у них пост на YouTube. Так самое главное, кто еще все еще смотрит этот ролик, я вот не понимаю. Нет, ладно ты там, ну, 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 тысяча просмотров, ну, две прибавляется, но там, видимо, миллионами растет все еще. Ну, я уже смотрел, опять же, статистику часто. Вот, смотри, то есть, в 2013 году реально был лавинообразный такой, более или менее, а сейчас вот по прямой совершенно, как КХ плюс Б, какой-то есть, условный коэффициент, но ежедневно, да, посмотрим. Ну, вот, с тех пор ежедневно, ну, где-то по, сколько-то там, миллионов, я не знаю, по 2 миллиона в день смотрят. Видимо, вот тут новость прошла, что счетчик, и сразу опять начали заходить смотреть, вот такие, как я. Ну, прикольно, такой интересный факт. Ну да. У Ютуба были 32-битные алгоритмы. Ну, хотя, а зачем лишнее место-то в памяти размечать под переменную? Согласен. Это все правильно. Идем дальше. Ну, мы все еще, у нас гиг-страничка, так скажем, мы открываем ее. Тизер Star Wars, все же видели, я думаю. Мы не будем его показывать заново. На него вышла куча всяких приколов, так скажем, фан-артов. И про меч, про этот, который с такой, я не знаю, как это называется. Да, именно, вот, световой. Ну? Ну, вот давай посмотрим сначала те, которые прям душевненькие. То есть, вот тут они классно нарисованы в стиле самых первых постеров кино. То есть, вот тут даже такое наведение. Мы в паблике у нас на ВК постили, как делать схожий эффект. То есть, это, ну, это реализуемо. То есть, там, тут вот у меня с DeviantArt не подключился iFrame, потому что он на флэше сделан. Угу. Ну, тут вот так тоже, ну, красивенько нарисовано. Тут такое эпичное все рваненькое. Ну, здесь просто красиво, да? Да, здесь просто красиво, но очень много всяких шутливых каких-то этих. Вот, да, да. Так ты, давай тогда посмотрим какие-нибудь шутливые. У меня, в принципе, заготовлены. Да, вот тут, ну, с гирляндами тоже прикольно. Опа. Давай начнем. Ну, я причем, помнишь, да, я тебе вчера вечером только сказал, что до меня только сейчас дошло, зачем эти гарды. Я понял, что это как раз вот, ух ты. Это, в принципе, так шутливое такое. Ну-ну-ну. Это я так понимаю, я почему, вот на самом деле, вот эта фотография, она всплыла совсем недавно. То есть это или ее квартиру ограбили, полароидные снимки. Айклауд, я думаю. Айклауд, да, с Айклауда слили, действительно. Я думал, из квартиры полароидные снимки угнали и отсканировали. Ну, неплохо так получилось в движении-то. Вот это. Причем непонятно, почему они семисвешник превратили в девятисвешник. Ну, я так понимаю. Что-то поняли. Что-то поняли, что-то хотели этим сказать. Это одна из моих любимых. Это действительно прикольно. Это война банд. Да. Спровоцировали войну банд. Ну, вот эту гифку мы дольше всего искали, они прям... Там-то, да, там именно сюжетно. Я не знаю, ты открою ее просто. Я опен и на нее виндос сделаю, да. Там несколько световых мечей. Сначала у Люка был один, потом вот этот с гардом. Двойной, Гривус и там дальше просто бред, но... Это смешно. Нет, Saber Escalation. На самом деле достаточно бред уже вообще вот такой. Да, подожди. Ну, это нет, это прям даже и смешно было. Да, ну что, будем смотреть тогда небольшую переделку? Да, давай посмотрим. И... Будем, наверное, как-то с этим... Сейчас я открою в отдельном окне. Сделаю прям фуллскрин. Ребята, которые нас слушают на iTunes... Будут рекламу смотреть. Зайдите потом на YouTube. Посмотрите там тоже. Вообще, смотрите нас на YouTube в том числе. iTunes это не выход. Да, я тоже так думаю. Ну, пусть они музычку послушают там, все такое. Ну, у нас сейчас вообще реклама как у кого идет. Так кощунство какое-то. Именно тут мы попали на рекламу. Так оно всегда, мне кажется. Мне... Ну, если бы... Вот, да. Это оно уже запустилось? Нет, да, запустилось. Вот мигер лучше всего сделан. Да простит меня YouTube за это слово, но... Это просто реально круто. По Майклу Бэй уже все взорвалось. Ну, ждем, че там. Ждем, конечно. Я... Ну, мы сейчас именно про идеологический момент поговорим. То есть приколы приколами. А на самом деле у многих-то бомбануло. Угу. И бомбануло почему? Потому что... Лукас... Точнее, уже не Лукас теперь. Уже ребята из Диснея. Сказали, что... Ни для кого не секрет, что во вселенной Звездных Войн вышло там куча книг, наверное, десятки. Ну, может быть, там за сто перевалило. Может быть, близко к сотне. Это все. Угу. Книг, которые по хронологии, ну, там, совершенно в разное время. То есть там у них, я напоминаю, исчисляется все от битвы за Явин. То есть до нее, после нее, как до нашей эры. Ты поясни, что за битва за Явин? Битва за Явин в четвертом эпизоде была, когда первую Звезду Смерти взорвали. Вот это... Угу. Это об этом как раз. Угу. То есть там от нескольких, там, не знаю, 20 тысяч лет до битвы за Явин, до, наверное, 180 лет после битвы за Явин, написана куча книг. Угу. Там, ну, отдельные сюжеты, там, развиты, компьютерные игры на этой почве сделаны. То есть, ну, это все понятно, и комьюнити это любит, комьюнити в этом участвует. То есть, комьюнити Звездных Войн, она, на самом деле, гигантская. Ну, я не знаю, насколько она сравнима с комьюнити, там, Толкиена, его всех стильмолерионов, властелинов колец, там. Ну, слушай, там полчища орков, а тут клоны. Да. Ну, в Стартрек там полчища, я не знаю, у кого я, не зелен, я даже ни одного кино не смотрел. Там полчища... Полчища задротов просто, которые это пишут, смотрят, любят, и да. А везде, кстати, не задроты, только там. Да, да, кстати, в Звездных Войнах нормальные ребята, просто с завода. Ну, в общем, да, это одна из таких крупных гиковских вещей, которая там занимает большую часть комик-кона, но и поэтому... А Дисней-то объявил, что все, что было до этого, это типа теперь не каноническое. Каноническое — это только кино, мультсериал «Войны клонов», которые там между вторым и третьим эпизодом... Ну, они бы что, легко вписались и все? Нет, ну, их, видимо, их реально лицензировано делали, да. И с этого очень сильно много бабок получали, поэтому да. То есть лицензирование книжек, оно, видимо, ну, такое. Слабые доходы приносили, потому что это для самых отпетых уже ребят. А мультсериал-то его детки смотрели. Я помню, даже в Макдональдсе были фигурки из него, то есть, ну, его знали. Он даже полнометражкой начинался, если мне не изменяет память. То есть сначала вышел большой мультик? Или между первым и вторым сезоном была полнометражка. Ну, в общем, там была еще и полнометражка, и она даже в кино шла. То есть, ну, вот. А каноническим объявлено только кино и вот этот сериал, и какие-то комиксы еще там. Не знаю почему, их, видимо, там дети Лукаса писали эти комиксы, поэтому они тоже канонические. А все остальное теперь будет издаваться под брендом Star Wars Legends. То есть, грубо говоря, это такие легенды о Звездных войнах и вот этом сеттинге, вот. Об этом всем, и я бы на месте фанатов оскорбился. Я бы на месте авторов, во-первых, оскорбился. Они так там, наверное, получили. Они процент-то вряд ли получали. Они получили какой-то разовый гонорар, а дальше уже все получал Лукас Филмс. Ну, да. Который теперь там Disney. А теперь еще и их работа, она признана. Там, я напоминаю, у них несколько степеней канонизации. Там какой-то G-канон, C-канон. Ну, я читал, но это сейчас очень долго в подкасте это говорить. В общем, до этого у них была там своя градация, насколько, что там, как. Но это все теперь признано просто там каким-то буллшитом на тему. И, ну, не знаю. Сейчас фанаты же все сказали, типа, Disney, если у вас получится говно, Disney и J.J. Abrams в частности, если вы сделаете то, что не понравится комьюнити, то следующие части смотреть не будем. Ну, я не знаю. Наверное, все равно масса их зрителей-то посмотрит просто ради там каких-то эффектов, чтобы там задница повибрировала. Тем не менее, в общем, я бы с комьюнити так не обращался. Мне кажется, это неправильно. Ну, подожди, давай просто подумаем, что если писать книги, которые между эпизодами... Вот это же прикольно, между эпизодами, да? Ну, по-любому были какие-то книги, которые... Что происходит там между эпизодами? Естественно, конечно. Там туда-сюда. И если, допустим, в книгах писать и не трогать какие-то вещи из фильмов, тогда, в принципе, все легенды, они и так впишутся нормально. Но если ты там у себя в книге убиваешь, там, ну, там, Звезду Смерти и воскрешаешь Люка Скайуокера, ой, Энакина Скайуокера, то это уже я не знаю, как такое подтверждать. Я тебе так скажу. Если там убивают Люка Скайуокера, продажи книги резко растут. И книгу про Люка Скайуокера купят больше, чем книгу про какого-нибудь Экзар Куна или Нага Сэдоу. Ну, вот я не знаю, как это конкурировать. Да никак. На самом деле, просто это погано. Ребята не хотели вписывать новый сценарий в уже какую-то устоявшуюся вещь. Ну, не знаю. Конечно, естественно, некоторые книги не дотягивают ни по уровню, там, контента, ни по каким-то еще критериям. Но, ну, хотя бы бы сделали, что все, что до фильмов, то есть до «Битвы за Явин», хотя бы пусть бы это осталось каким-то там си-каноном, то есть, ну, условным. А после нее уже вот мы перезапустили франшизу, после «Битвы за Явин» у нас все будет так, так как снимем мы в седьмом, восьмом и девятом эпизодах. Ну, а так, не знаю. Так, давай. Пишите в комментариях, что думаете. Пишите. И самое главное, когда выход, дата выхода? 15 декабря. 2015, по-моему, да. 16-го? 15-го. 15-го. 15-го, 15-го. Слушай, видимо, так и хотелось. Ну, понятно. Ну, давай тогда дальше что? Через год, да. Переходим к следующей теме. WordPress 4.1. Мы в каждом подкасте тут пытаемся что-то сказать. Пропихнуть. Что еще будет, да, WordPress 4.1. Смотрите, у нас на канале, кстати, ролики про WordPress. Да, их там уже 3-4. Ну, они есть. Угу. И в недавнем апдейте, я сейчас вот открою здесь на трекере тикетов. В общем, внутри админки решили добавить вкладку рекомендуемые плагины, которые на основе того, что у вас уже установлено на сайте, будут рекомендовать вам плагины, которые еще бы вам неплохо было поставить. То есть наравне с категориями Featured и Popular будет теперь еще и... Как я сказал, я уже забыл. Recommended, да. То есть вот здесь у них есть картиночка Featured Popular Favorites Beta Testing. Я где-то видел концепт, я вот не нашел, когда готовился к подкасту. Первая колонка была Popular, а вторая Recommended. Угу. Ну вот что-то в таком духе будет у вас. По-моему, это здорово. То есть, ну, кроме того, что мы, естественно, все пользуемся обычно любимыми. Ну, я вот, по крайней мере. Ты как? Ну, да, любимые. Там все, то, что мы знаем, самое главное. Да, то есть вот, опять же, недавно тут был обзор на плагины у нас, смотрите. И, ну, рекомендуем, вдруг что-то забыл. Или вдруг просто он чувствует, что что-то у тебя про контактные формы ничего не поставили. А может быть... Я думаю, начинающим будет вообще самое то. Начинающим, понимаешь, будет и самое то вот темы, допустим. Сейчас же темы можно вообще взять прям вот из тем. И там прям предлагают тебе темы. Ты накатываешь и не плавишься. Ну, тут-то про плагины будет. И там-то... Ну, там, понимаешь, темы и плагины, ну, это реально разные вещи. Если ты не знаешь, какую тебе тему поставить, то, ну, ты вообще, ну... Так, а если ты не знаешь, какие плагины поставить? Согласен. Короче, если ты такой чувак, который седьмой эпизод Диснея смотришь, ты просто накатываешь самую стандартную тему, потом, короче... В джетпаке все включаешь. В джетпаке все включаешь, все вообще. Там мобильную тему, короче, вообще все. Тебе сразу автоматически все плагины от Automatic рекомендуют? Прилетаю, да, и все. Ну, кстати, вот подожди, вот мы сейчас и придумали. Вот у тебя, допустим, стоит плагин WordPress SEO от Yoast. Ну? И тебе рекомендуют другие его плагины, которые ставятся на WordPress SEO. А ты о них, может, не знал. Ты думаешь, рекомендуемые исходя из твоих будут? Да, так и есть. А не потому тебе их и рекомендуют. А почему? А, я думал, рекомендуемые, ну, просто как бы, как... Ну, это popular есть уже такое, что просто как мы хотим, чтобы... А тут именно он будет смотреть по автору. Не, ну это круто тогда. По тегам. Это круто. То есть он смотрит, у тебя есть плагин про слайдер, про какую-нибудь next-gen gallery. И нету плагина по оптимизатору изображения. Тебе его порекомендуют, что типа пацан... Да. С этим плагином устанавливают, покупают еще это. Да, вот. Вот они вот эти лучшие юзабилити, как это, best practices. Это круто. Это да. То есть вот ждем. Вообще, я прям предвкушаю уже... 4.1. ...снятие обзора на 4.1. Да, да, да. На самом деле 4.1 бог снял. Обзор снять, это уже интересно. Да, согласен. Ну что, к последней теме? Да, давай последнюю тему. Последняя тема у нас, на самом деле, мы ее у нас в чатике обозвали как Крискорр упоролся. Я прям даже покажу это. Давай, да. Да, Крискорр упоролся. Так вот, вообще, надо сказать, что CSS Tricks, мы уже сто раз про него говорили, наверное. Мы даже предыдущий дизайн-обзор делали. Да, да, да. Вот. А тут он немножко сменил свой сайт CSS Tricks, на котором пишут всякие подсказки и всякие такие, как бы, как сказать, гайды, можно даже так сказать. И у него даже тут целый альманах по CSS. Вот. И вот он немного сменил дизайн. Причем, почему упоролся? Потому что до этого, совсем недавно, мы видели его личный блог. Ты сейчас сможешь найти крискорр.ком? Он у меня открыт. Я заготовил, потому что он действительно упоролся. Да. Вот. И мы видим в этом блоге просто, на самом деле, достаточно непонятное что-то. Достаточно бред. Достаточно бред. Это при том, что все шрифты у нас подключены. Мне иногда кажется, что он троллит людей. То есть до этого у него тоже достаточно такой, ну, интересный дизайн. Там такой полупиксельный, полу непонятно какой из квадратов все состоящее было. Но окей. Но нравилось так чуваку. Видимо, ему так много людей писало, типа, эй, чувак, ты чё? Ты же там крутой дизайнер. Сделай себе что-нибудь там хипстерское, новое, с большими изображениями, чем-то еще. Сделал. Сделал, да. Олдер постс и Крис Койер, который перекрывает вообще контент. И вот такая узенькая штучка, я так понимаю, на супер... Да, да. Хотелось верить, что чё-то понял, если честно. Мне почему-то кажется, издевается. Может быть, издевается. Потому что он, типа, уже бог CSS. Можно хоть, о, смотри, это, типа, так на телефоне. Это, типа, так на телефоне, да. Вот, поэтому, видимо, уже издевается. Причем, мне почему-то это кажется, что это началось с того, что вот если откроешь сейчас CSS-TX, откроешь. А он, по-моему, убрал. Не-не-не, он не убрал. Там началось все с издевательства. Тут этого нет теперь. Подожди, я как-то просто... Нет-нет, вот это было... Нет, ты открой обычный пост. Сейчас вот открой обычный пост. И там будут, типа, комменты. Сейчас. Я сейчас не обычный, я видео открыл. Ну, не важно, там все равно будет. Нет, еще ниже, давай. Чуть-чуть повыше я, но, видимо, не найдем. Короче, там были заголовки, допустим, заголовок секции комментарии, и он сливался с... Это там можно было раскрыть. Если очень большая, типа, conversation, то ее можно вот так раскрыть, и, типа, там добавляются еще. Он это реально убрал. То есть в этом дизайне этого уже нет, но началось все именно тогда, когда у него вот эти подзаголовки, типа, projects... Вот, да, они сливались. Social, они заходили под контейнер, ему даже все писали в комментариях, чувак, зачем ты это сделал? И он писал, типа, я так просто хотел. Я вижу так. Да. Вот он дальше уже что-то видеть стал, потому что в бодике поста использовать консольный шрифт, моноширинный, это, по-моему, просто бредятина. То есть это очень сложно для восприятия, любые модные хипстерские юзабилити-блоги вам напишут, что так делать нельзя, что надо использовать красивые серии в шрифты, чтобы было ощущение, что книгу читаешь. Ну тут, видимо, он для настолько сильных гиков это сделал, потому что это, кстати, шрифт Source Code Pro. Это шрифт компании Adobe, который, кстати, дефолтный шрифт в редакторе Brackets. И вообще, они сделали этот шрифт для своих каких-то там целей, то есть, ну, они сделали крутой моноширинный шрифт. Они еще также сделали Source Sans Pro и Source Serif Pro. И те-то действительно крутые, то есть, ну, для тех целей, для которых они нужны, они их и используют. Что бы писать код? Да, что характерно, Source Sans Pro, нет, Sans и Serif, они не для кода, соответственно, там, ну, для заголовков, для текста, там. Ну, кто как использует, на самом деле, это большой вопрос еще, но да. Sans был русифицирован, для него кириллицу нарисовали, круто. Code Pro, по-моему, еще нет, но в работе. Serif в планах. Вот, то есть, ну, это так, это краткий экскурс. Официальный, кстати, шрифт SAS, то есть, блога SAS и вообще поставил гайду, это тоже Source Sans Pro для текста и Code Pro для кода. Но там понимают, что Code Pro для кода, а здесь у него это все. Ну, мы же, ну, мы с тобой перед этим вот пока готовились, размышляли же, что действительно, если обычный читабельный шрифт, то его ты просто читаешь. А здесь, если шрифт, которым писать код, ты должен именно смотреть похожие секции, как бы, и находить, ну, чтобы это все было очень ровно. Почему? Ну, вот тут и надо, вот в этих Code-секциях ты это делаешь, потому что, ну, у тебя все выровнено, ну, типа по такой условной сетке. Ты понимаешь, какие свойства, тебе проще этот код сканировать взглядом, бегло просматривать, если угодно. Да, вот PhoneFamily, PhoneFamily, PhoneFamily там. Да, а бегло просматривать вот так текст, это бессмыслица совершенно. Ну, я прям решительно не согласен. Мы еще думали, что это сделано для пацанов, которые вообще, как бы, из редактора кода не выходят. Ну, можно. Они гуглят какой-нибудь сниппет и его отсюда копируют. Но, опять же, CSS Tricks это настолько популярная площадка сейчас. То есть тут очень много спонсорских постов появилось и прочей рекламы, что здесь очень много неподготовленных мемберов, будем говорить, заходит, людей. И они, мне кажется, смущены этим. Согласен, потому что сейчас уже можно, мне кажется, если гуглишь CSS, ты получаешь CSS Tricks сразу. Просто даже если, да, какое-нибудь правило. Пишешь, раньше W3Schools все время выходил, скоро уже CSS Tricks везде будет. Но это может быть и неплохо, но зачем он это делает, непонятно. Но я бы не стал играться сильно с юзабилити, да. Да, то есть, ну, из прикольчиков здесь вот эта вот штука, это SVG-шка. Реклама вся SVG-шная. Вот верхний Treehouse, он, да, он вот убирается, если вдруг не хватает места. Вот это тоже SVG-анимация. То есть, если посмотреть в объектах, то тут несколько слайдов. Вот они. Scene 1, Scene 2, 3, 4, 5. Ну и replay icon. То есть, можно пересмотреть всю анимацию. Он сам сделал. То есть, он писал, я не помню, давно-недавно это было, что когда у него заказывают рекламу, то ему просто говорят, надо пререкламировать это. Он сам рисует под свой сайт Pandor. То есть, как он видит. Да, это правильно. А вот в Уфу, это компания, в которой он 100 лет назад работал, вообще там они формы делают. И он им сам написал, типа, пацаны, я хочу вас пререкламировать. Давайте я вам сделаю какую-нибудь прикольную штуку. И здесь вот тоже он SVG нарисовал. Инлайном его прям вложил. Вот он, SVG, в Уфу, AD5. Не знаю уж. Видимо, до этого он еще 4. Или они рандомом генерятся. Я еще застал, когда лапка у Treehouse сверху в хедере менялась, что-то там. Да, здесь несколько, видишь, в Уфу, извините, я перебью. То есть, они... А, они меняются, да. Да, я сейчас перезагрузил, и в Уфу их несколько, а этот просто заново проигрываться начинает. Ну вот, SVG. А еще у CSS 3x, у самого заголовка тоже там вот это... Сейчас уже ничего нет. А, раньше были 3 звездочки. А сейчас там, ну, Box Shadow, по-моему, какой-то, или Text Shadow. Нет, даже ничего не происходит. То есть, вот так, да. Если приблизить поближе, цвета вот тут пропадут, только вот так вот по хаверу добавляются. То есть, ну, на телефоне вообще вот так. То есть, Search вот сюда вниз уходит. Кстати, вот эта вот полосочка, как бы ты мог подумать, сделана. Я тебе скажу как. Это Before Element добавлен. Ну-ка. Так, сейчас скопировал ссылку. Это добавлен Before Element. Вот он. Два пикселя в высоту, которая наследует такой же бэкграунд, как, ну, у самой ссылки вот этой. Просто вот он есть, Margin Top, минус 2 пикселя. Ну, то есть, как бы, от низа чуть-чуть кверху поднят. И вот они, Height 2 пикселя цвета. Почему так, а не бордером? Хрен его знает. Чтобы, видимо, вот так при наведении как-то... Хотя бордер, он тоже внутренний будет. Не знаю, то есть, ну... Ну, понимаешь, что, может быть, ты потом сменишь у иконки цвет. Фу, у кнопки. Ну, и вверх эта штука тоже... Бордер калор, он наследует тот калор, который это... Ну, или тот, который ты добавишь. Ну, да. То есть, вот у него через запятую. Сама ссылка, её Before, её Hover State Active... Он удовольствие получает, мне кажется, уже от этого. Ну, может быть, что-то понял. Мне хочется как-то всё равно его авторитет, ну, не так подрывать, как это есть. Ну, да, согласен. Потому что, вот, например, как бы ты подумал... Так, сейчас я уберу это синее. Вот там, если приглядишься, ещё вот такая серая полосочка. Да, вижу. И ты такой думаешь, ну, это, наверное, вот у этого контейнера верхняя граница. Ну, или он, опять же, так же двух пикселей сделает штуку. А нет, я тебе сейчас покажу, что это. Ну-ка. Это у Хедера... То есть, какой же он... Это у Хедера нижний бордер. Нет, вот у топ-бара это автор-элемент, тоже два пикселя в высоту с таким баграмом. Он, видимо, любит Before, After сильно. Ну, я тоже их люблю, но зачем их использовать там, где как бы можно... Ну, не знаю, ну, просто, ну, нравится человеку. Нравится, нравится. Действительно. Вот это к вопросу о том, что у него что-то в голове происходит. Кстати, о происходящем в голове я тут нарыл ссылочку. Нарыл? Именно нарыл, да, отрыл. Так, сейчас попытаемся... Ну, ладно, это 100 лет сейчас будет происходить. Вот так я сделаю. Вот, закомменчено Jobs. И тут у нас два варианта. Ну, это причем, это ты придумал. Ну, один вариант, да, но ты зайди на этот Jobs. Да, то есть, вот, slash Jobs, если вести, закомментированная ссылка. Кстати, если ее раскомментировать, какой у нее будет цвет? Мне теперь по-человечески интересно. Ну, мы, видимо, не узнаем. Я не могу ее тут раскомментировать в сафарях. Это мне через Chrome надо было бы заходить. Угу. Видимо, я не готовый. Ну, ладно. Хотя мне сильно хочется. Ну, давай, скрыти. Сейчас, я пока Chrome открываю, тогда зайду. То есть, если мы туда перейдем, то этот Job Board рабочий, полностью задизайненный. То есть, тут два варианта. Или он ее еще не доделал. Это мой был вариант. Просто, ну, чувак еще как-то думает, админку, может быть, прорабатывает что-то еще. Но он не готов пока. Может быть, он достаточно работ не нашел. Хотя, ну, не знаю. После Job, может, еще не работает. Ну-ка. Есть? То есть, я сам могу, типа, послать к нему? Ну, типа, там CodePen открывается. Ну, типа, через CodePen он мне это говорит сделать. Ну, ну вот да. Ага. То есть, ну, он мог и на GitHub сделать репозиторий, чтобы я по реквестам у Job добавил. Опять же, хочет так. Угу. А твоя версия какая была? А моя версия, что уже сделали JobBoard. Но только любознательные люди, которые копаются в коде у него. Да, только они достойны найти себе работу через CSS Tricks. Но это достаточно изящная версия тоже. Я вот отдам тебе должное. Ну, понимаешь, ну и че, что ты догадался. Ну и че, что ты зашел. Первый этот барьер пройден. Первый барьер пройден. Ну да, может быть, может быть. Причем, там есть у этих постов, вот у этих Job'ов, есть какая дата? Когда? Нет, здесь даже на нее перейти нельзя. Это просто, да? И даже не с кем связаться. А, это почаще. Нет, на самом деле здесь ссылка. То есть, я жму, и меня перекидывают просто на какую-то, ну, вот кто оплатил. Вы охариваете. А, так тут еще и это не он. Не он, конечно. Это, это, я же и пост и Job. Ну нет, это как-то сложно тогда слишком для обычных рекламодателей, так скажем. Тут вот техникал райдер на CSS Tricks. Ну, это да. Можно устроиться, если у вас есть достаточно скилла, чтобы... Хотя, вот... Если вы такой же извращенец и before-after все делаете... Да нет, before-after это не порог. Ну ладно, но вместо... Ну ладно, вместо бордера делать before-after. Это что-то уже вообще... Ну, хочет человек, да. Ну, может быть, это какой-то хороший тон. Не знаю. Давай, подожди. Как в хроме раскомментировать, научи. А, чё ты открыл этот-то там? Я думал, ты в том откроешь. Давай, в том открою. Угу. Так, вот это, да, надо смотреть. Я себя просто обезьяночью. Здесь этого нет. Хром комментарии как-то вырезает. А. Ну, как-то... Нет, я... Я похож на самом деле обезьяна. Не представляю, как... Наверное, кто-то сейчас сидит и думает, что мы идиоты, потому что... Ну, надо... Надо было, видимо, Firefox на девелоперском смотреть. Подожди, их есть у меня. Ну, давай. Попробуем сейчас как-то это всё. Потому что... Ага. Наверняка он какой-то стиль прописал. Можно вообще так вот по-человечески, если я сейчас... Я же умный. Думал. С утра был. И посмотрим сейчас то место, где у него это в CSS написано. Стиль для вот этого. Вот, наставил CSS. Угу. Возможно, он там альманах, сниппет с видео с хоум. Для jobs просто. Вот для jobs. Вот такой только крал. Ну-ка, ну-ка, чё за... Оранжевый. Ну, он похожий на блог, только какой-то другой оранжевый. Ну, подожди, может быть, это просто он не дописал. А какой у блога? Посмотри, какой у блога. Вот я пытаюсь найти. Нету блога никакого. По крайней мере, вот тут. Есть хоум, видео с альманах, сниппет с форум. Ну, хоум это не блог ли? Да, хоум это блог. Е 187828. Ой-ой-ой. Ну, куда тут? Нет, тут другой оранжевый. Причём, ну, как-то кардинально прям другой. Угу. Чё-то понял. Ээээ... Значит, доделывает. Угу. Ну, тут два варианта. Причём, опять же, несколько оранжевых. Если посмотреть по смыслу, у него тут типа радуга. Из оранжевого в зелёный. Вот жёлтого цвета здесь нет. Ну, а сколько в радуге? Семь цветов? Это будет, понимаешь, слишком европейский сайт, если у него тут будут радуги всякие. А чё, ты думаешь, в Америке не знают эту присказку? Светик-семицветик нету, сказки. У них ЛГБТ есть. А-а-а, ты это имеешь? Ну да, на это он пойти не может. Он же обычный толстый парень. Мы причём ещё не поняли, обычный ли он толстый парень или нет. Ну, судя по сайту, уже необычный. Но насколько необычно, это время только покажет. Ну, на самом деле, мы знаем только, что он интроверт жуткий. С собакой? С собакой. И с ноутбуком. Ну, вот, в общем, я думаю, надо подзакругляться, а то мы сейчас у него на сайте надолго очень залипнем. Кстати, store. Store. Закрыт. The store is closed. Next time we'll sell a thing, we'll announce it on the blog. Будут что-нибудь продавать? Скажут. Я в RSS подписан, не пропущу. Всем скажем у нас в Twitter. Подписывайтесь, кстати, на наш Twitter. License. Здесь он пишет о том, что мне наплевать. Super important document. На вас. Но, как вы будете использовать мой код, дескать, для этого я его и пишу, что да. Молодец. Работает, но что-то странное бывает с ним. Всех у нас за сколько бывает, да? Вот я, например, забыл уже, что открыл MyFox Developer, ну и бог с ним. Так что да. Ставьте лайки, репостите это видео везде вообще. И всем удачного дня. Пока. Пока. Again. Пока.